здравствуйте дорогие мои друзья знаете каждому из нас хочется гордиться своей страной и мне в общем то тоже несмотря на то что знаете я как бы все время поливаю властью власти всякой грязи да в общем то какой-то саботажник да все время что-то выискиваю какие-то минусы и значит говорю об этом еще и с обзывательствами да вообще ни в какие ворота не лезут не знаю друзья мои почему я еще живой как говорится и на свободе странное дело видимо недоработка органов пока еще слишком мелок я для органов которые должны пресекать и ну в общем то пора пора пресекать я думаю хватит хватит договорился ну ладно а теперь значит хочется гордиться своей страной действительно ее ну знаете вот чем хочется гордиться вооруженными силами на военной мощью или ну как бы тем что здесь жить хорошо ну у нас почему-то принято гордиться военной мощи правильно действительно мир агрессивный везде там блок нато там американцы все время что-то замышляют там со всех сторон там китай вроде нам союзник но тоже турецкий и этот султан вроде тоже с ним дружба дружбы а самолет избивает вертолет избивает сейчас опять там какая-то войнушка там в азербайджан с армении уже там что-то стреляют и люди гибнут то есть уже там как бы шаг за шагом а понятно за этим делом там наверняка эрдоган стоит со своими янычарами но в общем друзья мои с украины все время там как бы разговоры об этом хотя все время говорят нет нет ни в коем случае какая война но постоянно туда как бы технику то туда гонят то оттуда гонят то туда то оттуда ну и как бы нервозность создают вот этот кризис с беженцами подводный кабель который вдруг пропал то есть в принципе вот война то уже идет да вот как как же кажется да как будет ли война она уже идет то есть вот эта гибридная война идет хорошо бы она не переросла в настоящую вот эту горячую войну когда там ракеты взаимные удары какие-то войска хорошо бы да но вот тихая война идет зачем она почему да с одной стороны мы продаем все свои ресурсы всем с другой стороны еще и продаем врагу важнейший ресурс энергоносители огромных количествах мы продаем как бы путин считает их врагами да то есть они блокната на нас прут там замышляют что-то нас захватить поработить и поэтому мы сами позволили себе поработить шайки шайки преступников которые еще ну не знаю конечно чужие были бы наверное хуже да если бы сидели в кремле какие-нибудь там вообще интервенты посадили какого-нибудь там гражданина байдена он там в кремле сидел бы как кощей и российский народ чимил не знаю пати потерпели ли мы с вами друзья пошли более мы с вами в некие партизаны если бы действительно в земле сидел там байден со своей шайкой каких-нибудь американских сенаторов и народ российский там обижал там отнимал у нас все друзья мои я думаю не потерпели а свои как-то ну ладно думаю что наверно все-таки какой-то хотя вы знаете что какой он ночью война идет да вот и в этой войне видите там кобелек пропал беженцы там так и наседают на поляков которые говорят да не надо нам не надо без них уже там переговоры ведутся там меркель там с лукашенко переговариваются на поляков вообще там досвидос там а вас него а вы ваше мнение нас не интересует хотя в общем странно друзья мои странная политика ну о чем я до ракетах спутник советские так сказать в военно-космические силы сбили спутник чей спутник да наш собственный да у нас кстати знаете сколько спутников у сша 1300 у китая 450 а у нас знаете у нашей великолепной страны которая первая вывела первый спутник на на орбиту помните вот этот шарик там такой который летал и и пипи пикал на весь мир прославились и кит первый космонавт чей был и первая космическая станция чья была все все было советского союза сейчас у штатов там 1300 1500 у китая 450 а у нас 150 спутников но у нас вот сейчас там с 500 разрабатывается с 550 уже какие-то то есть ракеты которые противо спутниковые сбивают потому что ну как бы летают они там 450 500 километров над землей вот эти спутники летают ниже бывает и ну вот один из спутников сбили не волнуйтесь он был не рабочий списаны просто испытали на нем ракету и американцы возмутились как тут такое спутники сбивают помните там кто-то там нам хотел бесплатный спутниковый интернет на весь мир распространить чтобы свои идеи тоже путин показал мы тут ваши спутники достанем полюбасу то есть это как бы шаг такой угрожающий да это в отличие от мультиков которые нам раньше показывал во всяком случае факт что спутник сбили при этом конечно образовывается огромное количество вот этого космического мусора от которого станции мкс там какие-то маневры вынуждены совершать вот буквально недавно хотя ну как бы минобороны говорит дальние не от нашего мусора ничего это был чужой какой-то другой вот мы только что сбили но это не наш мусор а там летал чужой от которого станция должна была там маневры совершать иначе вот это ну как бы международное такое сооружение масштабное могло вообще там и космонавт потому что космический мусор летает он как пуля вот был хороший фильм опять же американский да там когда вот как раз космический мусор там погубил по моему там и станцию он грохнул и там какие-то корабли и и советский корабль и российский на все все путаю что у нас у нас не советский союз и еще какие-то хороший такой космический фильм был и действительно вот показано как вот этот космический мусор может там в пять минут уничтожить ну космическую станцию потому что там эти вот обломки летят как пули добром и все и могут править пронзить естественно вот эту обшивку который не не приспособлена не не какая-то бронебойная в общем война переходит в космос друзья мои и вот эти шаги на самом деле найти агрессивный блок нато согласен да и мне они не нравятся я их них не люблю этих нато абсолютно но с другой стороны я понимаю что пока почему-то российские танки все время елозят границы украины мигранты которые взялись неизвестно откуда уже там штурмуют там пограничнику уже там по башке дали эти мигранты там проломили ему голову в порыве страсти то есть уже страсти накаляются то они стояли у границы а теперь уже перекрывают вот эти переходы как бы и могут просто ломануться и прорваться ну и кто-то там прорывается в конце концов ну тут видите уже и демонстрация ракет что мы и спутники ваши то есть как бы путин ощерился то есть выкатил все свои плюсы то есть показал что типа ко мне не лезьте пацаны хотя сам же и продает да вот не пускают никак вот северный поток 2 не запускают и он он поэтому их пугает а вот как бы ну если знаете был такой это помнится не анекдот что ли чтобы в детстве в женском общежитии был какой-то ходил парень он был маленький но у него была большая башка очень большая и он как бы засовывался голову на первый этаж говорил ну девки берегитесь там скидывайтесь по рублю иначе весь залезу до а сам был маленькая тельца но большая башка не помню кто-то мне такой там дальше продолжение но но не помню вот у нас тоже похоже большая башка который все время пугают там и маленькая тельца даже там лавров вмешивается говорит этих беженцев нельзя этим ну следозаточивый газ пускать это не недопустимо да а кто-то там польские журналисты пишут что вот как бы эти мигранты специально курят как бы их на детей дымом ну как от сигарет чтобы они плакали кашляли а потом вот этих детей снимают чтобы показать какой кошмар творится то есть кто прав кто виноват друзья мои я конечно не не могу судить потому что понимаю и те могут фабриковать и эти но то что вот эту войнушку то раздувают на эти и на самом деле конечно и воевать никто не хочет хотят показать играют вот в эти в понты кто первый сдуется ну на что в этом большой специалист то есть пугать ну видите и действовать но теперь уже и в космос хотя вот видите с голым задом 150 спутников да еще неизвестно какого качества и там 1000 1500 американских и 450 китайских даже ну как бы несравнимая спутниковая группировка но мы даже и с малым начнем сшибать спутники вот и все и и устроим вам но тоже не понимает вот знаете друзья мои вот срезал он кабель на вдруг найдется кто-нибудь такой скажет ну ладно все как говорится дашь на дашь по это тоже какой-нибудь там какие-то лодочки перережут примеру этот северный поток 2 и 1 да вот как бы американцы им все равно они не любят этот поток европейцам понятно еще газ нужен а те возьмут и перережут под этот трубы снимут там где-нибудь пару километров и когда врубит его там ну хотя там наверно датчики есть так нельзя хотя у наших все можно в общем друзья мои война похоже на пороге то есть вот вот эти вот понты но как мы понимаем всегда это может оказаться кто-то кто-то не выдержит и перегнет палку действительно то есть от никто не хотел воевать а вот это друг друга там на слабо под попытка взять на слабо а мы вам это а мы вам это в результате вот эти кремлевские старцы вот эти вашингтонские старцы они-то у себя будут сидеть по бункерам а страдать это будут просто люди которым достанется вот эта вся вся горечь и которых народа которых будут стравливать да мы там можем злорадствовать ах вот ну поляки они такие они вот это им за это привет отмененный пожарского за то что они тогда вот на нас перли да вот а вот вам сейчас беженцы ну на самом деле это глупо да как бы злорадствовать когда кому-то плохо конечно и беженцы может быть люди несчастные но во всяком случае они-то идут идут и идут так сказать наглох пытаются прорваться типа дайте и все у нас почему-то такой не проходит вот вы выйдете куда-нибудь скажите дайте мне до вас быстро загребут и упакуют либо психушку либо в тюрягу на если вы будете требовать даже вот просто сказать у меня денег нет нету работы дайте мне вот где-нибудь у этого будете ну какой-нибудь властного учреждения там с плакатиком стоять хочу есть мои дети хотят есть что вас с вами сделают загребут оштрафуют в лучшем случае или отметили то есть мы с вами друзья мои хуже беженцев ну кстати беженцы одеты неплохо в отличие от нас все друзья мои пока